Ахмед учится в Харькове, на первом курсе медицинского университета. Приехать в Украину ему посоветовал друг. Рассказал, что здесь хорошее и недорогое образование. О том, что в Саудовской Аравии его диплом могут не признать, Ахмед узнал из новостей. Правительство Саудовской Аравии выяснило, что студенты, которые учились здесь, не могут сдать обыкновенные медицинские тесты. Поэтому решила, если они не могут, то мы не будем признавать никакие другие дипломы. Это нечестно и несправедливо по отношению ко всем остальным студентам. Новость о том, что Саудовская Аравия считает украинское образование некачественным, подхватили все средства массовой информации. Однако в Международном комитете защиты прав человека говорят, дело может быть совсем не в качестве полученных знаний. В Саудовской Аравии могут быть утверждены другие учебные планы и другие требования квалификации. И, соответственно, они европейское образование не могут подтвердить в странах арабского региона. Это вполне возможно. То есть на территории Европы с таким диплом проблем не будет, а в Саудовской Аравии, возможно, будут. В областном управлении образования уточняют, в Саудовской Аравии не подтверждают только дипломы медицинских учебных заведений третьего и четвертого уровня аккредитации. А потому оттока иностранных студентов не прогнозируют. Я думаю, негатива не будет. Никакого. Но я не то, что думаю. Я уверен практически. Поскольку я могу, имея все основания, сказать, что ни один из харьковских вузов не войдет в тот перечень. Эксперты уверяют, арабы могут по-прежнему ехать учиться в Украину. А найти работу потом можно будет в Европе. Ахмед после выпуска хотел работать врачом на родине. Теперь парень видит два пути. Либо получить степень бакалавра здесь и стать магистром в другой стране, либо перейти в другой университет прямо сейчас. Ксения Бай, Александр Мовчан, Вадим Беликов и Борис Буцевич. Медиагруппа «Объектив».